Всех приветствую на канале Let's Travel. Сегодня у нас обзор отеля Address Beach Resort Fujaira, который находится в одноименном Эмирате. Отель пятизвездочный. Всем приятного просмотра! Вот так вот выглядит отель изнутри. Это холл отеля. Вот такие вот люстры. Очень много различной зелени. Весь отель выполнен вот в таком стиле, как вы можете видеть на фото. Отель новый, он открылся летом, а точнее в июне 2021 года, поэтому в нем все свежее, чистое, стильное, сделано по-новому. Вот так вот выглядит холл. Здесь ресепшн. Он, естественно, круглосуточный. Также здесь же и происходят встречи с гидами, с представителями туроператоров. Здесь также можно решить все свои проблемы какие-то, которые у вас появляются в отеле. И вот такие вот зоны, диванчики, чтобы отдыхать через здесь. Давайте еще немножко прогуляемся по территории отеля. Отель состоит из одного большого здания. Это то есть как бы основное здание. А также на территории еще находится и резиденция. То есть это как такие жилые комплексы. Там в основном живут местные рабы. Они там снимают, арендуют себе апартаменты и тоже могут пользоваться услугами отеля. А вот так как отель новый, то посетителей в нем очень мало. Он полупустой. И вот есть вот такой вот стенд, на котором вы можете полюбоваться, как выглядит отель. В отеле есть детский клуб. Он функционирует с утра и до вечера. Сюда можно отдать своих детей. Здесь будут с ними заниматься, рисовать, различные игры проводить. Вот так он выглядит изнутри. Тут всякие игрушки, мягкие комнаты. Детей здесь конечно же сейчас нет на данный момент, потому что, как я уже сказал, высший отель полупустой. Мультики можно посмотреть. То есть очень удобно, что можно отдать ребенка как бы почти на весь день, а самому спокойно отдыхать, заниматься своими делами. Также в отеле есть собственный тренажерный зал, собственный фитнес-зал. С такими новенькими тренажерами, с беговыми дорожками. В общем, все атрибуты присутствуют и вот такой вот панорамный вид на территорию отеля. А теперь давайте отправимся и посмотрим, какие в отеле есть номера. Вот так вот выглядит эта жизнь с жилыми номерами. И вот такой вот открывается вид с балкона. У этого номера вид на море. Также есть вид на бассейн. Есть вид, который открывается частично на море, частично на бассейн. Также есть виды, которые открываются на горы. Вот там вдалеке вот эти корпуса, которые являются апартаментами. И вот так, собственно, выглядит территория. Она достаточно большая в отеле. Отель находится на первой береговой линии, на берегу Индийского океана. И сзади отеля, справа от него находятся Хаджарские горы. И вот так вот выглядит территория. Здесь под навесами находится территория ресторана. И вот такой вот открывается прекрасный вид. Вот, собственно, сами горы. А теперь давайте детально посмотрим номер. Вот так выглядит балкон. Здесь есть стульчики, столик. И вот так вот выглядит делюкс номер с двухспальной кроватью и видом на море. Такая вот кровать, есть кресло, прикроватные тумбочки, есть плазменный телевизор. Все номера новые, свежие, без посторонних запахов. То есть, потому что отель новый. Вот этот пар, вы можете обратить внимание, очень влажно в эмирате Фуджейра. И вот все выполнено вот в таком вот стиле, бежевом. И вот так вот выглядит ванная комната. То есть, присутствует сама ванная, полотенце, халаты. Это все имеется. Все банные принадлежности, мылоги, для душа, шампуни. Все это есть. И вот так вот идет отдельно душевая и отдельно туалет. Без биде. И тут есть кофемашина капсульная. Так, теперь давайте отправимся, посмотрим другие номера. Я там покажу того, чего не успел показать в этом номере. Вот так вот опять же, опять же повторюсь, выглядят жилые этажи. Здесь есть вот такой вот сенсорный табло, в который можно позвонить, звонок. И вот так вот давайте продолжим обзор, что есть в номере. Это вот капсульная кофемашина, вода. Вот такой вот сервис с чайными принадлежностями. И, соответственно, капсулы для кофе и чай. И вот так вот выглядит мини-бар. Он идет за отдельную плату. И вот такой вот вид открывается, если человек покупает номер с видом на горы. И здесь идет французский балкон. Вот в таких номерах. Эти номера будут стоить, соответственно, подешевле. И вот тут вот такие кровати, твин. Теперь давайте немного про местоположение. Это Эмират Фуджера. Он находится совсем на другом побережье. На побережье Индийского океана. Здесь немножко отличается климат. И самое главное, что нужно учитывать, это то, что от аэропорта Дубаев, куда в основном прилетают все гости Эмиратов, нужно будет добираться очень долго. Может быть, до трех и до четырех часов занять путь от аэропорта до отеля. Поэтому это нужно учитывать при выборе данного отеля. И теперь давайте рассмотрим еще другой номер. Это большой, который экзютитив, который несколько комнатный. Вот так же выглядит балкон стандартно. И вот так вот уже есть такая как бы гостиная зона с диваном, с телевизором. Абсолютно такой же плазменный телевизор, рабочий стол. И вот так вот выглядит номер. В принципе, стиль, все то же самое. Вот так вот выглядит спальная комната, спальное место, двухспальная кровать. Вид на территорию отеля. На него так вот идет диван. То есть эти все диваны, они раскладываются. Можно использовать как дополнительные спальные места. И вот такая вот ванная комната идет. Такая вот сенсорная панель управления светом. Но в целом ванна не особо отличается от ванн в более дешевых камерах, в делюксах. Все то же самое. Ванны и принадлежности. Халаты, полотенца. Все это имеется. И вот так вот выглядит. В принципе, все то же самое. Все так же. Вот так вот. Есть такая вот гардеробная. Утюг, гладильная доска. Это есть во всех номерах, вне зависимости. Подороже, подешевле. Номер данной категории снимают в случае, если едет какая-то большая компания или большая семья. Вот в таких номерах есть отдельный туалет. Это, допустим, для гостей. А так же здесь есть отдельная вот такая комната, как кухня. То есть здесь можно приготовить какую-то пищу. Здесь микроволновка. Даже варочная поверхность есть. Что очень удобно. И вот отдельный выход идет. То есть можно сразу зайти со стороны кухни. Можно зайти со стороны, грубо говоря, гостиной, прихожей. Так, а теперь давайте пойдем прогуляемся по территории отеля. Как я уже сказал выше, она в отеле большая. Вот такая вот есть терраса. Днем, в конце августа, на улице никого нету. Только ходят мои коллеги, потому что очень жарко в Эмиратах летом. Температура доходит до 40 градусов и выше, очень влажно. Поэтому люди находятся либо в бассейнах, либо все сидят в номерах. И вот так вот выглядит территория. Это вот бассейн для взрослых. Он идет только для взрослых, детей не пускают. И вот давайте спустимся, посмотрим поближе вот этот бассейн для взрослых. Территория зеленая, несмотря на то, что отель новый. Они достаточно много посадили различные зелени. Вот так вот выглядит детская площадка. Все под навесами. Такое вот мягкое покрытие. Ну, честно говоря, она не очень такая, что бывал. Но и в целом отель-адрес, у него такой стиль. В сети отель-адрес все такое более как бы строгое, такое минималистичное. Поэтому и площадка тоже выполнена в соответствующем стиле. Хорошо, что она вообще есть. По поводу анимации в отеле. А ее нету в таком представлении, как, допустим, в Турции или в Египте. В целом в Эмиратах это большая редкость. Из анимации здесь есть живая музыка. По вечерам в ресторане. Здесь проводится йога по утрам. И здесь есть водная аэробика. А также на пляже есть сетка для пляжного волейбола. То есть можно взять мяч и поиграть. Вот, в общем-то, вся анимация. В целом этот отель подойдет для тех, кто хочет вообще спокойно уединенный отдых. То есть тут вообще почти нет народа. И вы будете чувствовать себя так, как будто вы одни отдыхаете в этом отеле. И как будто тут все для вас. Для тех же, кому нужны дискотеки, знакомства, какая-то громкая музыка или еще что-то, этот отель определенно не подойдет. Он подходит для таких людей, которые любят полежать у бассейна, в спокойствии, в тишине, без большого количества детей, позагорать. А вот этот отель это может предоставить вам. И вот так вот выглядит эта резиденция. Резиденция, вернее. И вот, собственно, идет уже другой бассейн. Это детский бассейн. Он идет мелкий. И есть фэмили бассейн, то есть совмещенный и для взрослых, и для детей. Все бассейны с охлаждением. Они охлаждаются в это время года, потому что иначе в них было бы очень жарко плавать. Также отель предоставляет свои экскурсии собственные. Они связаны в основном с дайвингом, со снорклингом. Они предоставляют путевку на устричную ферму, которая находится здесь. Здесь это такая как бы фишка Эмирата Фуджейра. Полотенца, лежаки. Вот такие вот все новенькое. И есть вот такие вот панели, чтобы к вам подошли, вас рассчитали, дали счет или подозвать официанта. И вот так потихоньку направляемся в сторону пляжа. По поводу питания, этот отель можно брать на всех типах питания, на завтраках, на полупансионных и даже на все включено. То есть здесь даже имеется такое, все включено, оно будет полноценно работать с 6 утра, начиная завтракая, до 10, до 11 вечера. И вот так вот выглядит подход к пляжу. У отеля собственный пляж, он достаточно большой, несколько сотен метров. Вот на пляже есть сетка для пляжного волейбола. Также есть пирс, где какие-то различные водные развлечения. Там на водном скутере покататься можно, на банане поплавать. Есть вот шахматы. И вот такие вот две таблички интересные. Что осторожно горячий песок и осторожно, возможно, сгустки нефти. Вот такие вот таблички. То есть здесь в Эмиратах это не редкость, что сгустки нефти, как что-то типа смолы выбрасывают на берег. И вот пляж, как можете видеть, абсолютно пустой, ну почти пустой, потому что отель сам тоже является полупустым. Но заход в воду пологий. Вода очень теплая, горячая. И пляж, в общем-то, очень классный. С чистым белым песком. А теперь давайте немножко в ускоренном режиме прогуляемся обратно до отеля. И я немножко расскажу вам далее про питание. Как я уже сказал, выше отель можно покупать на всех типах питания. Вот тут вот находится бар. Ну, конечно же, для тех, кто на завтраках или на полупансионе, все будет являться платным. С меню вы можете ознакомиться на официальном сайте отеля. Сайт понятный. И все цены там предоставлены. Вот так вот выглядит оставшаяся часть. И вот само здание снаружи. А вот еще раз с другой стороны. У бассейна для взрослых есть вот такой вот как бы декоративный водопад. Вот один-единственный посетитель. В отеле есть один главный ресторан. Сейчас вы можете видеть его на экране. Здесь подают блюда интерконтинентальной кухни. И он работает на завтрак, на обед и на ужин. Есть также в лобби. Есть лобби-бар на ресепшене. А также есть который бар на пляже. Там тоже подают различные снеки, напитки, коктейли и так далее. А также они обещают открытие еще одного дополнительного ресторана на пляже в 2022 году. Но мы были в августе 2022 года. И его там не было. Возможно, он откроется немного позже. Ну что ж, а у нас пришло время прощаться. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь. Если вы хотите узнать стоимость проживания в данном отеле, то пишите нам в комментарии. Либо пишите по контактам, которые мы оставили в описании этого видео. Также подписывайтесь на наш инстаграм, на наш телеграм-чат, где мы публикуем ежедневно горящие туры. Всем еще раз спасибо за просмотр. Всем пока!